Марк, здравствуйте. Рад приветствовать, рад приветствовать, Лена, рад приветствовать всех зрителей канала Ходорковский. Первый вопрос. Кажется, вообще, ну здесь в Вильнюсе, по крайней мере, вот этот саммит ощущается как некое напряжение. Но, с другой стороны, кажется, что если прямо сейчас как-то вдруг Украину не примут в НАТО, то, в общем, никаких других важных последствий особо-то и не будет. Или это не так? Это неправильное ощущение? Нет, ну, украинский вопрос главный, вот, поэтому, естественно, в зависимости от его решения и вытекающих последствий будет зависеть и вся остальная во многом повестка. Ну, я, кстати, считаю, что есть вещи, которые уже сейчас известны, и они носят важнейший характер, ну, конечно, не такой судьбоносный, как членство Украины в НАТО и всё, что с этим связано и с войной. Ну, например, по поводу Швеции-то, договорились с Турцией, можно ли это считать, ну, таким важным, я бы сказал, достижением? Потому что Турция очень долго сопротивлялась соглашению, которое должен парламент Турции принять о вступлении в НАТО Швеции. Ну, помните, скандал с Тараном, сражением идиотски совершенно, но такая страна, там всяких фриков достаточно, они что хотят, жгут, но, ну, в конце концов, что делать, есть и такие люди. Вот, но я думаю, что там причины были глубже, и были заявления Эрдогана, но, тем не менее, он, заявление по поводу того, что давайте разменяем членство Швеции в НАТО и Турции в ЕС. Конечно, это было проброшено, чтобы посмотреть реакцию, заявление звучало, потому что до него уже на переговорах со Столтенбергом, с участием его, уже было заявлено Эрдоган о том, что, ну, в принципе, я передаю в парламент Турции документ о согласии Турецкой Республики с членством в вступлении в НАТО Швеции. Так что, я думаю, что Турция уже что-то получила, но возвращаясь к Украине, а я вам отвечу, что пока судьбоносного нет, поскольку вот в сию минуту и завтра еще будут согласования финального коммунике, в котором будут какие-то важные пункты отражены. Ну, во-первых, уже кое-что достигнуто. Тем не менее, несмотря на ожидание завтрашнего дня, когда состоится само заседание, где будут обсуждаться все эти вопросы, приниматься решения, и на полях там будут переговоры, в том числе, кстати, Зеленского с Байденом и так далее. Ну, например, то, что, во-первых, отказываются о ПДЧ для Украины, по-моему, это очень важно. Это будет зафиксировано, и это важно. Раз. То есть никакого ПДЧ проходить процедуры на десятилетия этого не будет. Ровно так же, как со Швецией и Финляндией. Это уже немалое достижение. Вы знаете, Марк, простите, что перебью, мне кажется, что на этом этапе как-то, и я, наверное, выражу даже мнение многих зрителей, мне кажется, об этом уже у нас было, я не знаю, как там, в бюрократии НАТО, но у нас было такое ощущение, что об этом и уже речи как бы не шло, и как раз Финляндия с Швецией были примером, нет? Не-не-не, Лен, а вы слышали три последних заявления Байдена по этим поводу? Он сказал, что Украина, чтобы стать членом НАТО, нужно соответствовать требованиям и стандартам, каким соответствуют другие члены. Ну, они на разные лады, звучали одни и те же заявления. А как их можно эти соответствия, собственно говоря, реализовать? Как раз через вот этот план, когда тебе что-то предписано, ты выполняешь, и как ученик показываешь, а вот, смотрите, я справился и так далее. Это и есть план ПДЧ, понимаете? А вот сейчас прозвучало нечто большее. Я понимаю, почему это произошло, потому что абсолютно подавляющее из 31 страны членов НАТО, ну, там что-то около 24, говорят, уже 25, подписали с Украиной двусторонние договоры о том, что они поддерживают вступление, ну, это были, в виде декларации выраженные, вступление немедленное в НАТО. А вот, смотрите, чем отличается коллективный Запад от всех других форм, да, там нам-то уж с вами, россиянам, хорошо известным. Вы видите, как реагирует Соединенные Штаты? Да, это главная страна НАТО, да, это лидер коллективного Запада, но он не может, Вашингтон, не прислушиваться к даже самым маленьким членам. Видите, что заявила Литва? А Литва, кстати, принимает гостей, да, ну, казалось бы, она должна вести себя, ну, как сказать, более обходительно, понимаете, так сказать, выказать свое добродушие. А тем не менее, президент Новоседа заявил, а мы, говорит, можем даже и заблокировать принятие, значит, вот этой парации, если там не будут защищены интересы Украины. То есть, это говорит о том, что надо прислушиваться, ведь консенсусные решения принимаются, вы понимаете? И поэтому, я думаю, Запад это слышит, и Германия, и Вашингтон, которые занимают скептическую позицию, они ищут некий баланс. Вот сегодня Подоляк, занимающийся связями с прессой, представители киевского руководства, заявил о том, что в 2024 году нас точно примут. То ли он это заявил как пожелание, то ли уже есть какие-то, в общем-то говоря, сигналы, которые даются, ребята, подождите еще хотя бы год. И я понимаю, почему. Потому что, да, война продолжается, и предлог для неприема Украины, помимо всех прочих, это то, что таким образом НАТО втянется в войну, чего оно не хочет. Ну, во всяком случае, не хочет этого Вашингтона, Германия-то уж точно. Я думаю, что и другие страны, потому что им воевать тогда. Предлог такой весомый, но, тем не менее, вопрос здесь стоит как? Надо обозначить дату. Почему? Потому что если сказать, знаете что, уважаемая Москва, Вы, конечно, там можете чего угодно делать, но вот у Вас есть срок год. Вот мы 1 января 2025 года Украину принимаем в НАТО, и что там будет, как Вы на какой стадии войны будете, какие Вы будете окупировать территории, уже никого не волнует. Вот мы даем Вам срок закончить эту войну, да, ну, понятно, там, не знаю, полтора года, да, и всё. А дальше уже будем воевать тогда все вместе. Вы знаете, я, в общем, думаю, что для Москвы это будет, как они там, красная линия, да, или что там. Ну, как бы придётся решать, а что, действительно что-то вступать в настоящую войну вот с альянсом в 31 страну? С перспективой того, что от тебя вообще мокрого места не оставят. Потому что если уж с Украиной не справилась, то как они справятся с армией, которая там насчитывает в три раза больше, ну, по сумме, минимум в три раза больше, чем есть вообще всё, что есть у России. Минимум в три раза больше. Не говоря о вооружении, даже сразу нельзя. Ну, если переводить в разряд термоядерной войны и готовности, значит, обмениваться такими ударами, ну, это же тоже решение определённое. Если население России готово сдохнуть, значит, и продолжать, значит, следовать плану этого пляшевого утырка, ну, тогда что ж, значит, мир в труху. Но ещё раз повторяю, что Украина в данном случае выступает не просто как единственная страна, которая добивается любыми возможными путями этого членства, а некий форпост Запада, она предлагает себя в качестве барьера между миром Востока и коллективным Западом. Ну, так уж вот получилось. К несчастью, наша страна, Россия, она оказалась в руках криминальной банды, которая тянет её бог знает куда. И Украина предлагает себя не просто как члена, а как воюющую страну, которая, в общем, готова защитить все остальные страны, принять на себя удар, чтобы эта война не докатилась до Польши, до Вильнюса и так далее. Да, но вот пока мы обсуждаем очередное заявление Столтенберга, мы направим приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и условия будут выполнены. То есть это какое-то бодание его с Зеленским происходит, правильно я понимаю? Я бы сказал, в этой ситуации он скорее союзник Зеленского. Я думаю, что это больше направлено в адрес Вашингтона и всех остальных, что в конце концов этот вопрос придётся решать. Но вы же понимаете, что отвернуть оглобли уже при такой ситуации, при таких заявлениях и при таких решениях будет очень сложно через год сказать, вы знаете, а мы передумали, давайте ещё 10 лет подождём. То есть давление усиливается, оно, понятное дело, связано с войной. Не будь час войны, конечно, Украина бы там, естественно, оказалась бы в рядах альянса. Вот. И это просто тяжёлые решения, на которые должны пойти Запад. Ну, я имею в виду, прежде всего, Вашингтон. То есть согласиться с тем, что, ну, будет плохо, но это недолго. Поэтому, мне кажется, это не столько в адрес Зеленского направлено, сколько в адрес других членов НАТО, например, Вашингтона и Германии, с тем, чтобы их каким-то образом подвигнуть к этому. На этом саммите Украина не будет принята, это очевидно, это было ясно. Но если сейчас будет принято решение, что на следующий год, в 2024 году, мы представим приглашение, мы пригласим Украину в НАТО, то в 2025 Украина в этом НАТО окажется, безусловно. За год как раз она пробежит это расстояние. Да, я понимаю. Ну, то есть это такой, условно говоря, невидимый, неозвучиваемый прямыми словами противовес давления Путина, который, кажется, так ведёт войну, что ждёт, когда всё-таки решат идти на переговоры. Ну, вот такая она будет, изматывающая, убивающая мирных жителей, когда уже НАТО вместо того, чтобы напрямую вступить в военные действия, скажет, давайте уже переговаривать. Видно, ничего не получается у нас. А опять же, в чём особенность? Они и сейчас, может быть, это говорят Зеленскому. Он говорит, переговариваться как? Чтобы что? Чтобы как? Понимаете, они не могут передавливать его. Если Украина говорит, нет, мы не будем на этих условиях, а чего хочет Москва, беспредварительных условий, давайте просто переменимся и медленно, и садимся, и долго будем разговаривать. Каждый при своих остаётся. На это никто не соглашается. Это не та ситуация, при которой Украина может на это согласиться. Вот если бы под Киевом войска стояли, как я много раз говорю, ну, тогда бы действительно сказали, слушайте, ну, тут ситуация-то безвыходная, давайте уж как-то мы пойдём по этому пути. А сейчас-то с чего бы это? Очень просто, Москве нужно оставить, хотя бы начать оставлять часть оккупированных территорий, и это хоть какая-то будет предпосылка. А какую Москва создаёт предпосылку для переговоров? Никакой. Они просто говорят, мы хотим исполнение всех целей специальной военной операции. Но это же нереальный подход. Они говорят о геополитических реалиях. Оккупированные территории – это, говорит, геополитические реалии. Для кого реалии? Для Украины – не реалии, для вас – реалии. Никто не признал, никогда не признает оккупированные территории частью территории Российской Федерации, понимаете? Поэтому я думаю, что американцы, если и будут поддавливать, например, этот переговор, то это до определенной степени. То есть не так не будет, что «а мы вам прекратим поставлять вооружение». Так не будет. Сегодня уже французы, например, заявили, что передают ракеты аналогичной Storm Shadow повышенной дальности. С условием, что территория конституционная, границы конституционных, Россия не будет подвергаться обстрелам этими ракетами. Но это еще посмотрим, как там все будет. Но даже и при этих условиях, извините, и Крым, и Донбасс, и так далее, будут обстреливаться этими ракетами. Поэтому я бы сказал, что Вашингтон должен решиться на что? Ну, как и Германия, и ряд других, особенно западноевропейских стран, на то, что да, им придется участвовать в войне. Если они на это решатся, они примут это решение, Украина будет приглашена в НАТО, а там, глядишь, и воевать не придется. Вот, может, как получится. Да, тут интересно, что, наверное, на фоне, в том числе, начала саммита, вдруг Шойгу выступать начал, прямо вот пока мы с вами общаемся в эфире. И, в общем, он заговорил такое. В случае поставки сужа кассетных боеприпасов в Украину российские войска будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против СУ. Впрочем, это, кажется, вообще не новость, они же их использовали. Они давно их используют, я умоляю. Там вот эти кадры светящихся искорок, это и есть кассетные боеприпасы, которые раскидывают российские средства. Это же давно уже есть. Ну, а тут еще такие заявления, ну, тоже, понятное дело, все Шойгу же говорит. ВСУ с 4 июня в ходе контр-уступления не достигли своих целей, ни на одном из направлений озвучил потери. Значит, в ВСУ с 4 июня потеряли 26 тысяч военных и 3 тысячи единцеворуженцев. Ну, в общем, понятно все, что Шойгу говорит. Но интересна попытка сбить повестку. Я знаю, Марк, что мы сегодня с вами очень ограничены во времени, но последний вопросик вам задам на совершенно другую тему, потому что очень интересна ваша версия про убийство Станислава Ржицкого я хотела спросить. Это вот тот самый бывший командир подлодки Краснодар. Его застрелили во время пробежки в собственном городе, где он бегал по одному и тому же маршруту каждый день. И многие пишут, что это месть за ракеты Винницы, которые убили 27 мирных жителей. Но официально Украина этого, конечно, не признает. А вы как думаете? Ну, 4 выстрела, 2 в спину, 2 в грудь. Видно, один из них контрольный был. Что-то как-то это не очень напоминает случайное убийство на пробежке случайного прохожего. Похоже, что это убийство заказное убийство, которое готовилось. То есть, видно, отслеживали, когда он бегает. Он же без оружия бегает. Ну, я не знаю, может, он с оружием бегал в Краснодаре. И, в общем, я так или иначе думаю, что, конечно, это связано с его командованием этой подлодкой, с которой убивали ракетами мирных жителей. Но, понимаете, война такая штука, как они думали. Вот так это и бывает. Чем больше убьешь, тем больше рискуешь, что сам будешь убитым. Потому что, ну, давайте так говорить. Вот если бы воевали, не знаю, с китайцами, то, наверное, было бы легко выявлять китайских шпионов на территории Российской Федерации. Ну, как это в известном анекдоте, что агент ЦРУ в Сызране оказался разоблачен, поскольку он темнокожий, понимаете. А вы все... Слышу родное слово Сызрань, Марк. Ну, Сызрань, как-то же без нее подогреть. Вот. Поэтому, понимаете как, ну, конечно же, огромное количество агентуры на территории Российской Федерации. Ну, совершенно... Ну, а кто такие украинцы? Они же внешне чем-то отличаются от русских. Вы представляете, какое количество людей там находится и готово шлепнуть вообще без вопросов. Ну, поэтому я больше всего не думаю, что да, его целенаправленно убили. Ну, очень похоже... Заказали. Заказали. Ну, очень похоже, что это профессиональный киллер прямо. Это правда. Это правда. А уж кто его заказал, пусть разбираются в комитетные органы. Спасибо большое, Марк Захартович. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Так вы не только благодарите команду Ходорковский Лайв, которая для вас работает, но и помогаете Ютубу понять, что видео важно и нужно, и нужно его распространять. И обязательно подпишитесь, если вдруг почему-то этого не сделали. Так мы станем ближе.